Калининград Калининград – город в России, административный центр Калининградской области, являющийся самым западным областным центром Российской Федерации. До 4 июля 1946 года город носил название Кюнигсберг, немецком Каниксберг, ранее фигурировало название Королевец, Польск, Крольюек, Чеш, Краловик, Литература. Короле Осиус, до 1255 года, Твангсте, Пруск. Твангсте, Тавангсте, Твангста. Город областного значения, образует городской округ. Расположен при впадении реки Приголи в Калининградский залив. Население – 493 256 чел, 2021. По утверждениям городских властей, к ним добавляется еще от 120 до 180 тысяч жителей области и приезжих из других регионов страны. Калининград – второй по численности населения, первый – Санкт-Петербург, город северо-западного федерального округа, третий – после Риги и Вильнюса, Прибалтики и седьмой среди городов побережья Балтийского моря. Калининград входит в шестерку основных центров внутреннего миграционного притяжения в России за последние два десятилетия. Город является ядром быстрорастущей калининградской агломерации с населением до 0,8 миллиона человек. Город является крупным транспортным узлом, железные и шоссейные дороги, морской и речной порты, международный аэропорт Храброво. В Калининграде расположен штаб Балтийского флота ВМФ России. В Калининграде расположены музеи «Мирового океана», музей янтаря, музей изобразительных искусств, историко-художественный, научный морской музей Атлантического НИИ морского рыбного хозяйства и океанографии, гидробиологический музей им, НС Гаевской, музей фортификации и т.д., театры, крупные библиотеки, в частности, фрагменты средневекового книжного собрания, библиотеки Волленротта, один из самых больших и старейших зоопарков в современной России, ботанический сад. В центре города расположен кафедральный собор в стиле кирпичной готики. До 2010 года Калининград имел статус «исторического города». В 2018 году в городе проведены матчи чемпионата мира по футболу. До конца Второй мировой войны город располагался в немецкой провинции Восточная Пруссия и был передан СССР по решению Подсдамской конференции 1945 года вместе с северной частью провинции. Этимология. Основан в 1255 году рыцарями Тевтонского ордена как крепость и назван Кюнигсберг, немецкая «королевская гора», в честь чешского короля Пржемысла Атакара II, принимавшего активное участие в походах против балтийского племени пруссов. Соседние народы именовали город на своих языках, на территории Руси до правления Петра I местность была известна под названием «Королевец». В 1946 году переименован в Калининград в память о советском партийном и государственном деятеле Эммы Калинине. История. До 1945 года. Город был основан на холме высокого правого берега в нижнем течении реки Приголе на месте прусского городища Твангсти, Пруск. Твангсты, 1 сентября 1255 года как замок рыцарями великого магистра Тевтонского ордена Поппа фон Астерна и чешским королем Пржемысла Матакаром II, войска которого пришли на помощь терпевшим поражение от местного населения рыцарям, которые, в свою очередь, были приглашены в Пруссию польским королем для борьбы с язычниками. Штурм Кёнигсберга. Штурм города Кёнигсберга советскими войсками в ходе Восточно-прусской операции во время Великой Отечественной войны начался 6 апреля 1945 года. Особой ожесточенностью отличался бой за форт номер 5, король Фридрих Вильгельм III, охранявший северо-западные подступы к городу. В ходе штурма Красной Армии и под командованием маршала Советского Союза А.М. Василевского была впервые применена тактика начала пехотной атаки до окончания артиллерийской подготовки, что позволило избежать огня противника на подходе к укреплениям и застать гарнизон укреплений врасплох. Обратной стороной медали явились значительные потери штурмующих сил от огня собственных войск, продолжающейся артподготовки. В числе прочих, большие потери понесли отборные гвардейские части. Память о них впоследствии была увековечена в монументе «1200 гвардейцам», расположенном в центре города на Гвардейском проспекте. А 9 апреля 1945 года над башней «Дюрдона», где ныне расположен музей янтаря, было поднято красное знамя, обозначившее конец немецкой истории города. Присоединение к СССР. По решению Потсдамской конференции 1945 года северная часть немецкой провинции Восточная Пруссия, вместе со своей столицей Кёнигсбергом, временно была передана СССР. Позднее, при подписании договоров о границах, Кёнигсбергская область полностью признана владениями Советского Союза. Осталось 20 тысяч из 370 тысяч немецких жителей, живших в городе до Великой Отечественной войны. Хотя сразу после войны началась работа по адаптации немцев к новой жизни, выходила газета «Новое время» на немецком языке, организованы школы, где преподавание велось на немецком, было принято решение о депортации немецкого населения из Калининградской области в Германию, куда почти все они были отправлены к 1947 году. Только некоторые специалисты помогали восстанавливать работу предприятий города и области вплоть до 1948 и даже до 1949 годов, но им не была предоставлена возможность получить советское гражданство, а впоследствии и они были депортированы в Германию, так же как принудительно выселены из других территорий, потерянных Германией по итогам Второй мировой войны. Вместо них в город были переселены советские граждане. 4 июля 1946 года, после смерти «всесоюзного старосты» Эммы Калинина, в его честь город Кюнигсберг указом Президиума Верховного Совета СССР был переименован в Калининград, хотя Калинин не имел никакого прямого отношения к этому городу, а на карте страны уже были города Калинин, ныне – Тверь, и Калининград в Московской области, ныне – Королев. После войны город стал заселяться быстрыми темпами. В первые послевоенные годы почти полностью разрушенный город активно восстанавливался, в работах по его восстановлению большую роль сыграли военные строители армии и флота. 7 ноября 1946 года было восстановлено трамвайное движение. С 1946 года формирует свои коллекции областной краеведческий музей, ныне – областной историко-художественный музей. В 1948 году начались занятия в Калининградском государственном педагогическом институте, нескольких техникумах и других учебных заведениях. Своих первых зрителей приняли кинотеатры. В 1958 году из Москвы был переведен РЭПФТУС, преобразованный в Калининградский технический институт рыбной промышленности и хозяйства, сейчас Калининградский государственный технический университет. В 1967 году педагогический институт был реорганизован в Калининградский государственный университет, ныне – Балтийский федеральный университет им, и Канта. В 1966 году открыто высшее мореходное училище, до 2012 года – Балтийская государственная академия рыбопромыслового флота. С 1953 по 1962 год на площади Победы стоял памятник Сталину. В 1973 году ратуша превращена в Дом Советов. В 1975 году снова пущен троллейбус. В 1980 году в здании бывшей Лютеранской церкви Святого семейства открыт концертный залив. В 1986 году здание Краицкирхи передано РПЦ. Для иностранцев же город был закрыт полностью и, за исключением редких визитов дружбы из соседней Польши, иностранцами практически не посещался. Старый город не восстанавливался, а руины замка были снесены в конце 1960-х годов, несмотря на протесты архитекторов, историков, краеведов и простых жителей города. Современное состояние Изменения 1990-х годов, связанные с распадом СССР, положили начало новому этапу развития Калининградской области. В октябре 1996 года были проведены выборы мэра города, а потом и губернатора Калининградской области, начался подъем общественной жизни. С 1991 года город открыт для международного сотрудничества с зарубежными странами, в первую очередь с Германией и Польшей, в сфере бизнеса, культуры и образования. В городе функционирует множество иностранных учреждений, обеспечивающих необходимую городу информационную, административную и визовую поддержку, среди которых визовые центры Италии, Испании, Мальты, Австрии, Болгарии, Норвегии, Швейцарии, Нидерландов, Чехии, Швеции, Словении и Финляндии. Отделение посольства Республики Беларусь в России. Генеральное консульство ФРГ. Генеральное консульство и визовый центр Республики Польша. Генеральное консульство Литовской Республики. Калининградское отделение Генерального консульства Швеции в Санкт-Петербурге. Канцелярия консульского отдела посольства Латвийской Республики в России. Почетные консулы Армении, Греции, Дании, Италии, Таджикистана, Франции и Хорватии. Представительство торговой палаты Гамбурга в Калининграде. Бюро советника по координации датских проектов. Центр немецкой культуры, немецко-русский дом. Польский культурно-деловой центр неоднократно поднимался вопрос о возвращении городу названия Кюнигсберг. В 2009 году за возврат городу исторического имени выступил глава администрации Калининграда Ф.Ф. Лапин. В сентябре 2011 года губернатор Калининградской области НН Цуканов высказался, что вопрос переименования может быть решен референдумом, но сам он является сторонником нынешнего названия города. До 2010 года Калининград имел статус исторического поселения, однако приказом Министерства культуры России от 29 июля 2010 года номер 418-339 город был этого статуса лишен, как и сотни других городов. В 2018 году Калининград стал одним из городов-хозяев чемпионата мира по футболу. География. Город расположен на обоих берегах реки Приголе недалеко от ее впадения в Калининградский залив Балтийского моря. Рельеф местности равнинный, но северная часть города расположена на более высоком берегу. В городе много гидрографических объектов, пруды нижний, верхний, в верхний пруд впадает два ручья. Голубой ручей, немецкий Муирграбен, Крутые канавы, впадает в пруд в районе парка Юность. Второй ручей, ручей молодежный, 1, речка немецком Битфиттер, 2, впадает в пруд в районе улицы Толстого, Поплавок, озеро Лесное, цепь бывших карьеров у поселка имени Александра Космодемьянского, свалка, озеро Белое, пруд Летний, пруды в Южном парке, на Гвардейском проспекте и другие, множество ручьев. Из верхнего пруда вытекает парковый ручей, который является притоком Приголе. Часть воды верхнего пруда через каскад перетекает в нижний пруд. Географическое положение. Часовой пояс. Калининград находится в часовой зоне МСК-1. Смещение применяемого времени относительно UTC составляет плюс 2 часа. В соответствии с применяемым временем и географической долготой средний солнечный полдень в Калининграде наступает в 12 часов 38 минут. Климат. Климат города переходный от морского к континентальному. По классификации климатов Кюппена, DFB. Благодаря влиянию Гольфстрима зима теплее, чем в материковых районах Евразии. Как правило, весна наступает раньше, а осень несколько медленнее, чем в материковых районах на той же широте. Весенний сезон в Калининграде затяжной и обычно наступает в конце февраля, начале марта, когда среднесуточная температура начинает регулярно превышать 0 градусов Цельсия. Из-за близости к Атлантическому океану лето в Калининграде умеренно прохладное и наступает, в среднем, 11 июня. Климатическая осень приходит в первых числах сентября и по срокам совпадает с календарной. Она также носит затяжной характер. В середине декабря среднесуточная температура падает ниже 0 градусов Цельсия, осень заканчивается и наступает мягкая Прибалтийская зима. Среднегодовая температура плюс 7,9 градуса Цельсия, но в последние годы наблюдается устойчивая тенденция в сторону ее увеличения, и в 2001-2018 годы она составила уже плюс 8,6 градусов. Среднегодовая скорость ветра 2,2 метра в секунду. Среднегодовая влажность воздуха 79%. Экологическая обстановка. Область занимает 70 место, из 85 субъектов РФ, в экологическом рейтинге Российской Федерации в 2020 году. Гидросфера. После окончания Второй мировой войны на оккупированной территории Германии было обнаружено 296 103 том химического оружия. На Потсдамской мирной конференции стран антигитлеровской коалиции в 1945 году городе было принято решение об уничтожении этого химического оружия. В результате, в Балтийское море, его заливы и проливы было сброшено 267,5 тысяч тонн бомб, снарядов, мин и контейнеров, в которых содержалось 50-55 тысяч тонн боевых отравляющих веществ в 14 видов, принадлежавших вермахту. Захоронение боевых отравляющих веществ в Балтике значительно ухудшает экологическое состояние среды. Начинкой сотни тысяч мин, снарядов, авиационных бомб, контейнеров и бочек являются 14 видов отравляющих веществ, ОВ, в том числе и прит, люизит, дифазген, фазген, адамсит, сверхтоксичный табун, зарин и другие. Население На 1 января 2021 года по численности населения город находился на 41-м месте из 1116 городов Российской Федерации. Национальный состав по переписи 2010 года. Административное деление Город областного значения делится на три внутригородских административных района, Ленинградский, Московский и Центральный. Органы власти. Местное самоуправление. Местное самоуправление в городе осуществляется на основании устава, который был принят городским советом депутатов Калининграда 12 июля 2007 года. Органами и должностными лицами местного самоуправления в городе, формально, в городском округе, Калининград являются Совет депутатов, представительный орган муниципального образования. Глава, высшее должностное лицо. Администрация, исполнительно-распорядительный орган муниципального образования. Контрольно-счетный Аполотогородской совет депутатов состоит из 28 депутатов, избираемых жителями города на муниципальных выборах по смешанной системе распределения мандатов сроком на 5 лет. Председатель совета избирается депутатами из своего состава. Действующий шестой созыв избран 18 сентября 2016 года. Председатель совета, Андрей Кропоткин, Единая Россия. Глава города возглавляет администрацию городского округа. Избирается городским советом депутатов из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, на срок полномочий городского совета депутатов. С 23 октября 2020 года глава города, Елена Дятлова. Администрация Калининграда и совет депутатов размещаются в здании мэрии по адресу Площадь Победы, 1. С 1996 по 2007 год в Калининграде действовал устав города Калининграда от 25 сентября 1996 года, в соответствии с которым органами местного самоуправления являлись. Глава города, мэр, высшее должностное лицо города. Мэрия, исполнительно-распорядительный орган. Городской совет депутатов, представительный орган, в 2007 году вследствие реформы местного самоуправления были изменены функции органов местного самоуправления, а также введена новая должность, глава администрации. В 2008-2012 годах органом местного самоуправления, осуществляющим исполнительно-распорядительные функции, являлась администрация городского округа, возглавляемая главой администрации, сити-менеджером. Глава администрации назначался на должность решением окружного совета депутатов по итогам конкурса. 14 мая 2008 года сроком на два года на эту должность был назначен Ф.Ф. Лапин. 15 июня 2011 года депутаты окружного совета Калининграда утвердили на должность главы городской администрации С.Б. Мухомор, в настоящее время она является первым заместителем главы администрации города. В ноябре 2016 года Калининградская областная дума приняла закон об отмене прямых выборов мэра Калининграда. Выборы заменили процедуры отбора кандидатов конкурсной комиссии из которых городской совет депутатов выбирает одного путем тайного голосования. В 2018 году из десяти человек, подавших документы для участия в конкурсе, к конкурсу были допущены лишь трое. Областные. В Калининграде находятся все законодательные, исполнительные и судебные органы власти области. Правительство Калининградской области и администрация губернатора расположены в одном здании на улице Дмитрия Донского, Калининградская областная дума, на улице Кирова, Калининградский областной суд, на улице Сергеева, арбитражный суд Калининградской области, на улице Рокоссовского. Федеральные. В Калининграде находится представительство федеральных органов власти на территории области. Прокуратура Калининградской области. Следственное управление Следственного комитета РФ. Министерство внутренних дел по Калининградской области. МЧС России. Военный комиссариат. Калининградская областная таможня Северо-Западного таможенного управления Федеральной таможенной службы. Отделение пенсионного фонда. Управление Федеральной почтовой связи, филиал в ГУП, Почта России. Региональное отделение фонда социального страхования. Экономика. После распада СССР город испытал на себе общий для всей России экономический кризис, затянувшийся из-за ослабленного состояния производственной сферы, а также удаленного полуэксклавного положения Калининградской области. Вступление в силу федерального закона об особой экономической зоне смягчило экономический кризис, но полностью ликвидировать его не смогло. Примерно с 1999 года можно говорить о небольшом экономическом подъеме Калининградской области, вызванном общим ростом экономической стабильности в России в целом, а также ростом международных инвестиций и выгодным геополитическим положением региона. Восстановлено производство на важных предприятиях области, вагоностроительном заводе, 1998, судостроительном заводе, Янтарь, бывшая судоверфь, Шихау, Калининград газавтоматика, КГА. В области созданы принципиально новые для региона производства. Например, в Калининграде появилось автомобилестроительное предприятие, Автотор, 1996, собирающие автомобили по лицензиям концернов BMW, Германия, Киа, Корея, General Motors, США. Калининград входит в число 25 крупнейших промышленных центров России. Был признан лучшим городом России в 2012 году, 2013 и 2014 году согласно рейтингу журнала «Коммерсант-секрет фирмы», самый красивый город страны по версии «РБК». Лучший город России для бизнеса согласно рейтингу журнала Forbes 2013 год. По опубликованному в 2019 году первому индексу качества городской среды Министерства строительства и ЖКХ РФ занял пятое место в категории крупных городов в России, растет грузооборот железной дороги, морских, торгового и рыбного портов. Нефтяные терминалы, расположенные в акватории морского канала, обеспечивают экспорт из России в страны Западной Европы и Скандинавии более 2 миллионов тонн нефтепродуктов в год. Гостиницы В Калининграде в настоящее время действует 109 отелей и гостиниц разных категорий, 13 из которых четырехзвездочные и 37 трехзвездочные, также, в городе находится множество низкобюджетных общежитий. В рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года построено 4 отеля, в том числе и один пятизвездочный, апарт-отель Кристалл Хаус. За 2013 год в гостиницах Калининграда побывали около 165 тысяч человек. Согласно рейтингу туристического сервиса Тривога, гостиницы Калининграда, по состоянию на 2016 год являются лучшими в России. Транспорт Автодороги Калининград – крупный автотранспортный узел. Важнейшие автодороги, подходящие к городу. А229 Калининград – Черняховск, Нестеров, граница Литовской республики, на Минск, Смоленск. Входит в состав ответвлений трансевропейских транспортных коридоров номер 1А – Рига, Калининград, Гданьска, и номер 9Д – Киев, Минск, Вильнюс, Калининград, часть Е28 и Е77. А216 Гвардейск, Неман, граница Литовской республики. Трасса от поселка. Толпаки. Через Большакова до города Советск. Входит в состав ответвления трансевропейского транспортного коридора номер 1А – Рига, Калининград, Гданьска. Часть Е28. Калининград – Мамонова. Через Ладушкин до польской границы, на Эльбланг, Гданьска. Часть Е28 и Е77. Калининград – Полесск. Следует через поселок. Большакова, далее в Советск. Калининград – Зеленоградск, далее по Куржской косе на Ниду и Клайпеду. Калининград – Балтийск. Автодорога пролегает через Приморск. Калининград – Багратионовск. Ведет к польской границе, далее в Ольштин. В декабре 2007 года началось строительство автомагистрали «Приморское кольцо», которое в настоящий момент уже связывает Калининград со Светлогорском, Пионерским, Зеленоградском и Международным аэропортом Храброво. Планируется продолжить строительство на Балтийск, Светлой. Вокруг города – от поселка. Ак Космодемьянского до транспортной развязки с Московским проспектом – проходит трасса северного обхода города Калининграда и южного обхода города Калининграда – от транспортной развязки с Московским проспектом включительно до поселка. Шоссейная – автодорога Калининград – Мамонова, именуемая Большой Окружной Дорогой. До настоящего времени, с западной стороны города Калининграда – Кольцо – дороги не замкнуты из-за отсутствия 7-километрового перехода через Калининградский залив. Автомобильный транспорт. Калининград – один из самых автомобилизированных городов России. По состоянию на 2013 год, в Калининграде зарегистрировано почти 200 тысяч автомобилей. При этом ежедневно по городу передвигается более 300 тысяч автомобилей. Доля иномарок составляет более 85%. Рынок поддержанных автомобилей на 99% состоит из иномарок, 57% которых старше 10 лет. Самая популярная марка на вторичном рынке – Mercedes-Benz, далее следуют Volkswagen, Audi и BMW. Среднегодовой объем продаж новых автомобилей оценивается экспертами на уровне 7000 единиц в год. Водный транспорт. В Калининграде находится самый западный и единственный незамерзающий порт России и Прибалтики на Балтийском море. Грузовые и пассажирские паромные переправы соединяют порт города и аванпорт, морской порт Балтийска, с Санкт-Петербургом, портами Германии и Швеции. По состоянию на апрель 2019 года работает только грузовой паром по маршруту Балтийск, Усть-Луга, пассажирский паром отменен. Воздушный транспорт. Кюнигсбергский аэропорт Дивау, открывшийся в 1919 году, стал одним из первых гражданских аэропортов мира и первым в Германии. В 1922 году сюда впервые прибыли самолеты авиалинии Москва-Рига-Кюнигсберг, первой международной авиалинии Советского Союза. После войны аэропорт использовался для местных рейсов до 1970-х годов. В 50-х годах в 24 километрах от города на базе военного аэродрома был построен новый аэропорт – Храброво. Сейчас он имеет статус международного. На Храброво базировалась калининградская авиакомпания КДАВИА, прекратившая работу в сентябре 2009 года. Реконструкция аэропорта завершена в 2018 году. Железнодорожный транспорт. Калининград является важнейшим узлом железнодорожной сети Калининградской области. Здесь расположено управление Калининградской железной дороги. Главная пассажирская железнодорожная станция города – Калининград-Пассажирский, к которой относится главный железнодорожный вокзал города и области – Южный вокзал. Эта станция обслуживает как пригородные, так и поезда дальнего следования, следующие из Калининграда. Номер 30 – Москва, Янтарь. Номер 80 – Санкт-Петербург. Номер 148 – Москва, летний период. Номер 360 – Адлер. Номер 426 – Челябинск, летний период, прямой поезд Берлин-Калининград, через Польшу, курсировал с 1993 по 2000 годы. Затем был заменен беспересадочным вагоном, который ходил в составе поезда «Калининград-Гдыня» с декабря 2003 года по декабрь 2009 года и в 2010-2013 годах, в летний период, с переприцепкой в польском городе Чиф. Для приема этих поездов была специально оборудована платформа с «европейской колеей», что позволяет поездам курсировать по данному сообщению без перестановки колесных пар. Станция «Калининград-Северный», «Северный вокзал», обслуживает поезда, соединяющие Калининград с приморскими курортами Зеленоградском, Светлогорском и Пионерским, а также городом Советском. Является крупным транспортно-пересадочным узлом в системе общественного транспорта Калининграда. Другие железнодорожные станции, расположенные на территории города. Кутузово-Новое, район улицы Александра-Невского. Чкаловск-Западный, МКР, Чкаловск. Западный-Новый, район улицы Вагоностроительная. Лесное-Новое, МКР, имени Александра Космодемьянского. Дзержинское-Новое, район улицы Дзержинского, имеется европейская узкая колея. Остановочный пункт Айвазовский, в районе улицы Айвазовского и Ямской. Остановочный пункт Киевская, район улицы Киевская, недалеко от Балтийского рынка. Остановочный пункт Сельма, район улицы Генерала Челнокова и рынка Сельма. Остановочный пункт Четвертый километр, район улицы Муромская, поселок Южный. Остановочный пункт Брусничная, район улицы Брусничная. Междугородное и международное автобусное сообщение Регулярные автобусные маршруты связывают Калининград с Белоруссией, Украиной, Литвой, Латвией, Эстонией, Польшей, Чехией и Германией. В городе есть два автовокзала. Старый автовокзал расположен на площади Калинина, рядом с железнодорожной станцией Калининград-Пассажирский и используется преимущественно для внутриобластных перевозок. Из-за конфликта с дирекцией вокзала автоперевозчик «Кюнигавто» перестал пользоваться этим автовокзалом и устроил собственный международный автовокзал в конце Московского проспекта. С него отправляется более 90% регулярных международных автобусных рейсов. Проблемы транзита. После вхождения Польши и Литвы в мае 2004 года в состав Европейского Союза жители Калининградской области столкнулись с трудностями при пересечении границ и проезде на территорию остальной России. Проезд с сухопутным транспортом из области или в область сопряжен с двукратным пересечением границы Евросоюза, как правило Литвы, но существуют маршруты через Латвию. Для проезда обязательно понадобится биометрический загранпаспорт нового поколения. Для граждан России возможен упрощенный транзит. Гражданам РФ, и только им, следующим транзитом в поездах формирования РФ, работникам консульской службы Литвы, по предварительному запросу, который кассир РЖД отправляет в посольство Литвы, при покупке билета, выдается двукратное разрешение, FRTD, Facilitatio Trail Transit документ. Он же УПДЖД, упрощенный проездной документ на железной дороге, действующий три месяца, на транзит поездом через территорию Литвы. Максимум на шесть часов за один проезд, штатное время прохода поезда около трех с половиной часов. При следовании по территории Литвы нельзя выходить из поездов. Гражданам РФ, и только им, проживающим в Калининградской области, но имеющим тесные связи с основной территорией РФ, недвижимость, родственники, трудовые отношения, и наоборот, может быть выдано разрешение, FTD, Facilitatio Transit документ. Он же УТД, упрощенный транзитный документ, сроком до трех лет на многократное пересечение Литвы транзитом максимум на 24 часа за въезд, граждане РФ, следующие в Калининградскую область и не имеющие права на получение FTD, УТД, должны иметь действующую шенгенскую визу. Это также касается граждан третьих государств, не имеющих права безвизового проезда через территорию ЕС. Городской общественный транспорт Общественный транспорт Калининграда представлен автобусом, троллейбусом, трамваем, маршрутным такси, а также линиями городской железной дороги. С 21 марта 2010 года вступила в действие новая схема движения общественного транспорта. Трамвайная сеть в Калининграде существует с 1895 года и является старейшей системой трамвая на территории России. Имеет ширину колеи 1000 мм, чем схожа с трамвайными системами Евпатории и Пятигорска. До 2000 года в Калининграде функционировало не менее 10 маршрутов городского трамвая, однако, за последние 20 лет маршрутная сеть была значительно сокращена. Уже к началу 2013 года в городе работало лишь два маршрута. В 2015 году, после изменения схемы движения транспорта на Южном вокзале, остался последний трамвайный маршрут номер 5. В соответствии со вновь принятым генпланом Калининграда до 2035 года предусмотрено строительство трамвайной линии с обособленным участком движения в Московском районе. Первые троллейбусы появились в Кёнигсберге в 1943 году, однако после войны троллейбусное движение решили не восстанавливать. Современная троллейбусная система города действует с 5 ноября 1975 года. За это время маршрутная сеть в Калининграде неоднократно видоизменялась. После ремонта путепровода на проспекте Победы, проведенного летом 2018 года, был упразднен маршрут номер 6, курсировавший от улицы Гайдара до поселка имени Космодемьянского. В результате этого в городе осталось три действующих линий троллейбуса, хотя новой маршрутной схемой общественного транспорта, принятой 1 августа 2016 года, было предусмотрено 6 маршрутов. Генеральным планом города до 2035 года также предусмотрено развитие троллейбусной сети в Калининграде. Калининградский городской поезд «Рельсобус». 26 марта 2014 года в Калининграде была запущена первая линия городского рельсового автобуса, обслуживающего маршрут от платформы «Киевская» в Московском районе до Северного вокзала. Одновременно с этим был организован подвозящий автобусный маршрут, соединяющий улицу Олега Кашевого с платформой «Киевская». Заявлено открытие еще нескольких линий городской железной дороги, которые должны связать центр Калининграда с периферийными районами города, в декабре 2016 года мэр Калининграда Александр Ярошук заявил, что с 1 января 2017 года городской рельсобус будет отменен в связи с его нерентабельностью. После чего губернатором Антоном Алихановым было принято оперативное решение по субсидированию рельсобуса из регионального бюджета, в начале января 2017 года в пресс-службе Калининградской железной дороги заявили, что планируется продление линии городского рельсобуса до Чкаловска, 9 января 2017 года были запущены городские поезда по маршруту Калининград-Гурьевск, а с 3 сентября 2018 года по маршруту Калининград-Лесное-Новое. По состоянию на конец 2018 года городские рельсобусы обслуживают четыре линии, связывающие периферийные спальные районы и город-спутник Гурьевск с центром Калининграда. Крупным транспортно-пересадочным узлом является Северный вокзал, расположенный рядом с Площадью Победы, в районе которой сходятся многие маршруты городского общественного транспорта. Перевозка пассажиров осуществляется рельсобусами моделей РА-1 и РА-2, производства ОАО «Метровагонмаш». Городские поезда курсируют по рабочим дням в утренние и вечерние часы, пик. Мосты Рукава реки Приголя делят город на четыре части. Большая часть города, центральные и ленинградские административные районы, расположены к северу от реки, московский район, к югу от реки. Остров Канта, Кнайпхов, и Октябрьский, Ломзи, расположены между рукавами реки. В Калининграде расположено восемь действующих мостов через Приголю и один разобранный. Двухъярусный мост, разводной, соединяет улицы Генерала Будкова, Северный берег, и железнодорожную, Южный берег. Разводится поднятием среднего пролета. Верхний ярус моста занимает железная дорога, нижний проезжает часть и пешеходные тротуары. Двухъярусный мост является единственным действующим железнодорожным мостом через Приголю в Калининграде. Эстакадный мост, перекинут над обоими рукавами Приголи и проходит над островом Кнайпхов, является частью Ленинского проспекта, построен в 1972 году взамен двух из семи мостов Кёнигсберга, Лавочного и Зеленого. Имеется пешеходный спуск с моста на остров, автомобильный съезд на Московский проспект. Автомобильного съезда на остров нет. По мосту проходят маршруты всех видов общественного транспорта. Деревянный мост, разводной, один из семи мостов Кёнигсберга. Соединяет Московский проспект с Октябрьским островом, улица Октябрьская. По мосту проходит два трамвайных маршрута. Медовый мост, разводной, один из семи мостов Кёнигсберга. Соединяет Октябрьский остров и Кнайпхов. Так как Кнайпхов является пешеходной зоной, мост де-факто тоже является исключительно пешеходным. Время от времени мост используется служебным автотранспортом, подвоз материалов для реставрации кафедрального собора, а также для проезда свадебных кортежей. Юбилейный мост, разводной, пешеходный, соединяет Октябрьский остров, район Рыбной деревни, с улицы Проновской. Построен в 2005 году на опорах Старого Императорского моста, разрушенного во время войны. Высокий мост, один из семи мостов Кёнигсберга. Соединяет улицу Октябрьскую, Октябрьский остров, с улицы Дзержинского. По мосту проходит трамвайная линия. Берлинский, Пальмбургский, мост, является частью Калининградской окружной дороги, перекинут через оба русла Приголе. Наиболее удален от центра города. После войны был восстановлен только частично, одна полоса. В настоящее время на его месте построен мост с полосами, реконструированной в 2014 году. Старый железнодорожный мост, разводной, расположен в районе Музея Мирового океана. Разводится поднятием среднего пролета. Средний пролет разобран, мост никак не используется. Через мост проходит заброшенная линия железной дороги. Второй эстакадный мост, сдан в эксплуатацию в декабре 2011 года. Мост пересекает оба русла Приголе и проходит над Октябрьским островом, соединяя улицу 9 апреля в правобережной части города с улицей Дзержинского в левобережной части. Общая протяженность – 1883 метра. Мост имеет по три полосы движения в каждую сторону. Расчетная скорость автотранспорта не ниже 80 км в час 7 мостов Кёнигсберга существовали в Кёнигсберге в 16-20 веках. Взаимное расположение мостов, с которым связана задача о Кёнигсбергских мостах, натолкнула математика Леонардо Эйлера на размышления, приведшие к возникновению теории графов. Культура. Образование. Сегодня в Калининграде 21 высшее учебное заведение, вместе с филиалами вузов других городов, из которых государственными являются. Калининградский филиал Санкт-Петербургского университета МВД России, ранее Калининградский юридический институт МВД Российской Федерации, КЮИ, еще раньше Калининградская высшая школа МВД РФ, которая была образована на базе Калининградской специальной средней школы милиции МВД СССР. Балтийский федеральный университет имени Эммануила Канта. До 2011 года, Российский государственный университет им, и Канта. Имя Канта присвоено накануне празднования 750-летия города в 2005 году. Ранее, Калининградский государственный университет, КГУ, занимает здание бывшего немецкого Кюнигсбергского университета. Балтийская государственная академия рыбопромыслового флота, БГРФ. До 1991-го, Калининградское высшее инженерное морское училище, КВМУ. Калининградский государственный технический университет, КГТУ. Ранее, Калининградский технический институт рыбной промышленности и хозяйства, Ктырпех. Калининградский пограничный институт Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Ранее, Калининградское высшее инженерное училище инженерных войск имени А. Жданова, КВУИФ. Балтийский военно-морской институт имени ФФ Ушакова, ныне филиал военного учебно-научного центра ВМФ РФ, военно-морская академия имени адмирала флота Советского союза Н.Г. Кузнецова. Ранее, Калининградское высшее военно-морское училище, КВВМУ, также в Калининграде имеются филиал Северо-Западной академии Государственной службы и народного хозяйства, из средних учебных заведений, три гимназии, шесть лицеев и 47 общеобразовательных школ. Существуют учебные заведения среднего профессионального образования, Калининградский областной музыкальный колледж им, С.В. Рахманинова, Калининградский государственный колледж градостроительства, Калининградский морской рыбопромышленный колледж и другие. В состав БФУИМ и Канта включены Калининградский технический колледж, Коммунально-строительный колледж. Кроме того, есть один кадетский корпус, кадетская школа-интернат, КАША и, Андрея Первозванного кадетский морской корпус, АПКМК, в августе 2019 года было начато строительство филиала Нахимовского военно-морского училища, рассчитанного на 560 человек. Открытие заведения, как и планировалось, состоялось с 1 сентября 2020 года. Воспитанниками нового учреждения, где помимо учебных и спальных корпусов открыта двухуровневая современная столовая, стали 240 кадетов из 43-х субъектов РФ. Музеи В Калининграде располагается много музеев и большое количество их филиалов. Музей Мирового океана. Калининградский областной историко-художественный музей. Музей Янтаря. Калининградская художественная галерея. Фридландский и воротокалининградский областной историко-художественный музей – самый старый музей Калининграда, основан в 1946 году. Помимо главного здания музей имеет четыре филиала в Калининграде, в том числе, блиндаж, и, форт номер 5, и два в области. В 1979 году в здании бывшей оборонительной башни, Дона, открылся музей Янтаря. Первоначально он был филиалом историка художественного музея, с 2004 года, самостоятельный музей. Калининградская художественная галерея, открывшаяся 24 ноября 1988 года, один из самых молодых и динамично развивающихся музеев России, известных как в нашей стране, так и за ее пределами. В восьми выставочных залах общей экспозиционной площадью более 3000 квадратных метров ежегодно проводится до 40 выставок отечественного и зарубежного искусства. В конце XX, начале XXI века поэтапно был создан уникальный для России музей Мирового океана, располагающий интересными экспозициями и шестью музейными судами. Научно-исследовательское судно-музей «Витязь». Подводная лодка Б-413. Судно космической связи «Космонавт Виктор Пацаев». Рыболовецкое судно-музей «СРТ-129». Плавучий маяк «Ирбенский». Ледокол «Красин» ошвартован в Санкт-Петербурге, филиалами музея являются Королевские ворота и сохранившиеся ворота крепости Фридрихсбург. Создан музей «найденных вещей», то есть старинных предметов, найденных при чистке озер, строительстве домов. Он расположен в фридландских воротах, которые сами по себе являются памятником старины. В 2000 году открылся музей Калининградской железной дороги. В 2009 году создан музей Эрнста Теодора Амадея Гоффмана, знаменитого писателя, родившегося в этом городе. Музей находится в здании бывшего кинотеатра «Ленинград», сейчас в этом здании располагается районная музыкальная школа имени Гоффмана. 5 июня 2016 года на первом этаже ТЦ «Мегамаркет» открылся музей занимательных наук Энштейна, экспозиция которого состоит из интерактивных экспонатов, наглядно иллюстрирующих различные области науки и демонстрирующих проявления их законов. За 2013 год музеи Калининграда посетили почти 920 тысяч человек. По уровню посещаемости музеев Калининградская область находится на семи месте среди регионов России. Театры и концертные залы В городе имеется несколько театров. Калининградский областной драматический театр. Калининградский областной музыкальный театр. Калининградский областной театр кукол. Органный зал Калининградской областной филармонии расположен в историческом здании бывшей католической кирхи святого семейства. Большой концертный зал с двумя органами расположен в кафедральном соборе на острове Кнайпхов. Театр эстрады расположен в Доме искусств на горе Хаберберг, музыкальная жизнь города отличается насыщенностью и многообразием. В течение года проводятся ежегодные музыкальные фестивали различных стилей и направлений. Под патронатом Калининградской областной филармонии проводятся международные фестивали и конкурсы классической джазовой, органной музыки, посвященной И.С. Баху и М.Л. Таривердиеву. С 2006 года летом проходит международный джазовый фестиваль «Дон Чента Джаз». В городе проходят также два крупных рок-фестиваля «Байк-шоу», «Ночные волки», «Июль» и «Калининград инрок», «Август». Ежегодно проводятся фестивали искусств, «Балтийские сезоны». За 2013 год калининградские театры посетили почти 350 тысяч человек. Библиотеки. Калининградская областная научная библиотека. Центральная городская библиотека М.А.П. Чехова. Калининградская областная юношеская библиотека М.В. Маяковского. Калининградская областная детская библиотека М.А.П. Гайдара. Калининградская областная специализированная библиотека для слепых также. В городе находятся 20 муниципальных городских библиотек. По состоянию на 2015 год, более 100 тысяч жителей Калининграда регулярно посещают библиотеки города. Кинотеатры. Кинотеатр «Заря» расположен в здании бывшего немецкого кинотеатра «Скала». Мультиплекс «Карофильм» расположен в ТРК «Калининград-Плаза». Кинокомплекс «Синема-парк». Построен на месте снесенного ранее кинотеатра «Россия». Киноплекс «Эпицентр». Автокинотеатр «Вест-Синема». Кинокомплекс «Киноленд» – реконструированный кинотеатр «Родина» – здание бывшего немецкого кинотеатра «Лихтбильдбюня». Кинокомплекс «Экватор» находится в микрорайоне «Сельма», недействующий кинотеатрокрупнейший киноконцертный зал города «Россия», 1200 мест, снесен в 2011 году. Кинотеатр «Баррикады» передан церкви и разрушен в 2013 году. Кинотеатр «Ленинград» – теперь это здание детской музыкальной школы имени Гоффмана. Кинотеатр «Победа» – бывший немецкий кинотеатр «Аполлон Лихтшпиле». Ныне в здании располагаются рестораны-супермаркет. Кинотеатр «Строитель». Кинотеатр «Восход». Кинотеатр «Экран». Кинотеатр «Юность» – закрыт в 70-х. Кинотеатр «Москва». Стереокинотеатр «Новости дня». Размещался в одном здании с кинотеатром «Заря». Кинотеатр «Октябрь», нынешний «Дом искусств». Кинотеатр «Дружба», детский кинотеатр. Размещался в одном здании с кинотеатром «Родина». Автомобильный кинотеатр «Ночной дозор». СМИ. Радиостанции. Телевидение. Калининградская студия телевидения существовала с 1958 года со своим частотным каналом и ежедневным шестью-семью «часовым вещанием». Затем называлась ТРК «Янтай». В настоящее время утратила свой канал и большую часть эфирного времени, является филиалом ВГТРК. Основные эфирные каналы города. 4 Первый канал. 6 Россия 24, ГТРК «Калининград». 9 Пятый канал. 12 Россия 1. 22 Звезда. 24 ТНТ. 27 Россия, ТРК, Дюны. 32 Ю. 34 СТС. 39 НТВ. 49 ТВ-центр, Премьер. 51 Матч ТВ. «Каскад», компания, основанная в 1991 году. Помимо своих программ, транслировала передачи ТНТ и СТС. В настоящее время сетевые партнеры «Россия-24» и ОТР. Ежедневно с 6 часов до 9 часов и с 17 часов до 19 часов. Первый городской канал, кабельный канал, работает с 1 декабря 2009 года, другие телекомпании города занимаются только размещением рекламы на ретранслируемых общероссийских каналах. Цифровое телевидение. Первый мультиплекс цифрового телевидения России. Первый канал. Россия-1, ГТРК, Калининград. НТВ. Матч ТВ. Пятый канал. Россия-к. Россия-24, ГТРК, Калининград. Карусель. ОТР, Каскад. ТВ-центр. Вторый мультиплекс цифрового телевидения России. РЕН-ТВ. Спас. СТС. Домашний. ТВ-3. Пятница. Звезда. МИО. ТНТ. МУЗ-ТВ. Спорт. В Калининграде базируется российский футбольный клуб «Балтика», выступающий в футбольной национальной лиге. Домашний стадион «Стадион Калининград», построенный к чемпионату мира по футболу 2018. В 2006-2013 годах в чемпионате России выступал мужской волейбольный клуб «Динамо Янтай». Домашние матчи проводил ВСК «Янтарный», зрительские трибуны которого вмещают 7000 зрителей. С 2010 года в «Янтарном» регулярно проводятся матчи сборных России в рамках мировой лиги и гран-при по волейболу. В прошлом город на российской арене также представляли футбольные клубы «Вест», «Балтика-2» и «Балтика-Тарко», а также регбийный клуб «Вест-Звезда», обладатель Кубка России 1994 года, призер чемпионатов России 1994 и 1995 годов. В 2000 году футбольный клуб «Волна» принял участие в первенстве Литвы в третьей по силе лиги и одержал победу в западной зоне, 22 игры, 20 побед, 2 ничи, разность мячей 101-9. С ноября 2013 года в городе существует команда по американскому футболу «Янтарные ястребы». В 2015 году «Янтарные ястребы» дошли до полуфинала польской лиги 8 на 8. В 2016 году «Янтарные ястребы» взяли серебряные медали престижной восточной лиги американского футбола «ВЛАФ». В июне 2014 года была создана «Калининградская региональная хоккейная лига» «КРХЛ». Соревнование лиги является официальным чемпионатом Калининградской области по хоккею с шайбой. 9 апреля 2018 года, когда в Калининграде на пресс-конференции с участием губернатора Калининградской области Антона Алиханова, министра спорта Калининградской области Натальи Ищенко, президента Всероссийской Федерации волейбола Станислава Шевченко и генерального директора ВК «Локомотив», «Новосибирск», Романа Станиславова было объявлено о создании женской волейбольной команды «Локомотив», «Калининградская область». По итогам сезона 2018-2019 клуб занял второе место в чемпионате России, уступив одно очко лидеру «Команде» «Динамо Москва». Чемпионат мира по футболу 2018 года Калининград стал одним из 11 городов-организаторов чемпионата мира по футболу, 14 июня, 15 июля 2018 года, в России. В городе, на стадионе «Калининград», построенном специально для проведения ЧМ-2018, прошли четыре матча группового этапа турнира, которые в общей сложности посетили 132 249 зрителей. Религия Приходы Калининградской епархии РПЦ, расположенные в городе Калининграде, входят в городское благочиние Калининградской епархии, крупнейшее из пяти благочиней области. В Калининграде насчитывается около 50 православных храмов и часовен, в том числе кафедральный храм, храм Христа Спасителя. В 2010 году была произведена массовая передача зданий бывших лютеранских и католических кирх и старинных тефтонских замков в собственность РПЦ. С 2014 года финансирование содержания части переданного имущества возложено на бюджет, в 1991 году в городе появился Исламский центр, который в 1993 году разделился на религиозная организация мусульман Калининграда и общество татарской культуры «Туган-Тамер». Достопримечательности Общий архитектурный облик города Исторический центр города был разрушен в 1944-1945 годах. Можно выделить три этапа разрушения центра, массированные бомбардировки англо-американской авиации в августе 1944 года, штурм города советскими войсками в апреле 1945 года, снос руинной части уцелевших зданий, начавшейся в первые послевоенные годы и продолжавшейся до середины 70-х годов XX века. Из 13 368 ранее существовавших жилых и общественных зданий и сооружений города на 1 ноября 1948 года города было разрушено 8 355 зданий, что составляло 62,4% к общей застройке города. По состоянию на 1 ноября 1948 года меньше всего уцелело многоэтажных домов – 7,2%, но сохранилось 59% коттеджей и 68% двухэтажных зданий. В результате, за редким исключением, в центре практически не сохранилось до военных зданий. Уцелевшая немецкая застройка сохранилась ближе к окраинам – в районах Амалиенау, район улиц Лесопарковой, Яналова, проспекта Мира, Рацхов, район между проспектом Мира, улицами Энгельса и Воздушной, Мараунинхов, район улицы Тельмана, микрорайон Северная гора. Центр города застраивался пятиэтажными «хрущевками», позднее – восемью десятиэтажными панельными домами. Самым заметным зданием, построенным в советский период, стал Дом Советов. В последние трети XX века отношение к немецкой архитектуре стало меняться, были отреставрированы некоторые сохранившиеся до того времени немецкие здания – кирха СВ, семейство, как концертный зал, кирха памяти королевы Луизы, как театр кукол, кюнигсбергская биржа, как дворец культуры моряков. Позднее был отреставрирован кафедральный собор, реконструирован, как крупный торговый центр, исторический дом техники. К юбилею города в 2005 году была проведена реконструкция площади Победы, бывшая Гонзейская площадь, де-факто главной площади города. Воздвигнута триумфальная колонна. Рядом с площадью построен в 2006 году новый кафедральный собор – Храм Христа Спасителя. Рядом с площадью построены торгово-развлекательные центры – Европа, и – Клеверхаус, с гостиницей – Рэдисон. В 2007 году состоялся международный проектный семинар – ВОКШОП, на тему перспективы развития центральной части города Калининграда, в ходе которого обсуждались различные варианты реконструкции исторического центра города, в том числе воссоздание довоенной застройки центральных кварталов, Альтштадт и Кнайпхов, и строительство на старых фундаментах Кюнигсбергского замка. Итогом семинара стало консолидированное решение о проведении международного конкурса. В дальнейшем планируется восстановить «парк Макса Ашмана». В 2010 году с Калининграда был снят статус «исторического города», что облегчило условия для уничтожения исторической застройки. В 2012 году было принято решение о запуске крупномасштабной программы восстановления исторического центра Калининграда под названием «Сердце города». По состоянию на 2013 год, в Калининграде 54,4% от общего числа многоквартирных домов довоенной постройки. Кроме того, доля немецких вилл и особняков, рассчитанных на одну семью, составляет 36,6% от общего количества аналогичных индивидуальных отдельных строений. Доля улиц, мощенных брусчаткой, составляет 13,2%. По состоянию на 2016 год продолжается строительство рыбной деревни. Квартала, застраиваемого в стилистике старого Кеннексберга, в 2007 году закончилось строительство первой очереди. В 2018 году построен стадион «Калининград-арена». Он расположен на Октябрьском острове, неподалеку от набережной реки Старая Приголя. Вместимость стадиона 35 тысяч мест. Известные здания Калининграда. К концу XX века практически полностью был восстановлен кафедральный собор в Калининграде, в котором теперь расположен культурно-религиозный центр. Там можно услышать концерты духовной и органной музыки. В соборе установлены два органа, в том числе восстановленный по старым чертежам самый большой орган в Европе. В башнях собора расположены православная и лютеранская часовни, а также экспозиции, посвященные истории острова Кнайпхов, немецкому философу Эммануилу Канту и, собственно, кафедральному собору. Кафедральный собор, первое упоминание относится к 1333 году, был главным храмом Кеннексберга и сейчас является одной из главнейших достопримечательностей Калининграда. Помимо кафедрального собора в Калининграде сохранилось 9 довоенных храмов. Юдиттин Кирха, ныне православный Свято-Никольский собор, является самой старой постройкой, сохранившейся в Калининграде. Она была основана в XIII веке. Все остальные сохранившиеся бывшие храмы немецкого времени намного моложе и относятся к концу XIX – началу XX века. Фортификационные сооружения Кюнигсберг был основан как замок и оставался городом-крепостью вплоть до конца Второй мировой войны. До наших дней сохранились элементы второго вального обвода города, сооруженного в 1850-х годах, и кольца фортов – конец XIX века. Наиболее известные сооружения второго вального округа. Семь неоготических городских ворот. Оборонительные башни – Врангель, и – Дона. Оборонительная казарма – Кронпринц, башни и казарма иногда ошибочно называются фортами. Астрономический бастион, назван так из-за близости к бывшей обсерватории Бесселя, Королевские ворота были символом 750-летнего юбилея города, отмечавшегося в 2005 году. Сейчас в них расположен музей. В башне – Дона – расположен музей янтаря. Помимо ворот, башен и казармы сохранилось несколько менее значимых элементов второго вального обвода – редюиты, бастионы. Сохранились все форты, но для посещения доступен форт номер один – Штайн из сентября 2015 года, форт номер 11 – Дюнхофов. В будущем планируется создание музея в форте номер 3 – Король Фридрих Вильгельм I. Форт номер 5 – Король Фридрих Вильгельм III – является филиалом Калининградского областного историка-художественного музея. На территории, окружающей форт, устроен военный мемориал в память о советских солдатах, погибших при его штурме. Рядом установлены советские пушки и «Катюша». Основные памятники, установленные в городе. Среди утраченных числится памятник И.В. Сталину, стоявший в 1952 году минус 1958 году на площади Победы. На его постаменте затем был установлен памятник В. Эленину, а с 1958 по 1962 год на улице Театральной. Теперь на этом месте стоит монумент «Мать Россия», скульптор Вучитич Е.В. Памятник Эммануилу Канту, 1992, точная копия утраченной работы христиана Рауха 1864 года. Памятник герцогу Альбрехту, 2005, копия утраченного памятника скульптора Фридриха Ройша 1891 года. Памятник «Фонтан», «Пути», 1908, скульптор Станислав Кауэр. Памятник Фридриху Шилеру, 1910, скульптор Станислав Кауэр. Скульптура «Борющиеся зубры», 1911, скульптор Август Гауль. Памятник 1200 гвардейцам, 1945, руководитель проекта Юми Кенос. Памятник В.И.Ленину, 1958, скульптор В.Б.Та Пуридзе. Памятник М.И.Калинину, 1959, скульптор В.Вайдунов. Монумент «Мать Россия», 1974, скульптор В.Вайдунов. Монумент «Летчикам Балтики», 1974, архитекторы В.М.Борисов, А.И.Горанина, М.Т.Суслов. Памятник Морякам Балтийцам, 1978, скульптор В.В.Моргунов. Памятник Рыбакам, 1978, скульптор М.М.Гержбург, М.Д.Дуниман, и памятник С.В.Николаю Чудотворцу перед ним, скульптор С.М.И.Саков, открыт в 2010 году. Памятник Космонавтам Землякам, 1980, скульптор В.Вайдунов. Памятник Летчикам Эскадрильи, Нормандия Неман, 1984, перестроен в 2007 году, скульптор Олег Сальников. Памятник Героям Комсомольцам, погибшим при штурме Кеннексберга, в Южном парке, 1988, скульптор А.Н.Костанов, Л.Города Пономарева. Памятник Александру Пушкину, 1993, скульптор М.К.А.Никушин. Памятник Эммы Кутузову, 1995, скульптор М.К.А.Никушин. Памятник Воинам-интернационалистам, 1998, скульптор Л.Город Пономарева. Памятник Маршалу Василевскому, 2000, скульптор В.Дронов, архитектор и Василевский, сын маршала. Памятник А.И.Маринеско, 2001, скульптор Федор Мороз. Памятник Императору Петру I, 2003, скульптор Л.Е.Кербель. Памятник Франциску Скорине, 2004, скульптор Анатолий Артемович. Памятник Людвигу Рези, 2005, скульптор Арунас Соколоускас. Памятник Николаю Копернику, 2005, скульптор Ксаверий Дуниковский, Дар Польша. Триумфальная колонна, 2005, завершена установкой на верши в 2013 году. Памятник В.С. Высоцкому, 2006. Памятник сказочному барону Мюнхегаузену, 2006, скульптор Георг Петал. Боцман, девушка и чайка в рыбной деревне, 2007. Памятник Фредерику Шопену, 2010, скульптор Адам Роман. Мемориальный знак, ликвидатором последствий атомных катастроф, в сквере рядом с астрономическим бастионом, открыт 26 апреля 2011 года. Открытие было приурочено к 25-летию аварии на ЧАЭС. Памятник Кюнигсбергскому коту в воротах крепости Фредрихсбург, 2011, скульптор Людмила Богатова. Жанровая скульптура коту-охотнику в сквере напротив Центрального парка, 2012, скульптор Андрей Шевцов. Парк скульптуры на острове у Кафедрального собора, более 20 скульптур. Памятный знак в честь участников восстановления и развития Калининграда и области. Открыт в парке «Центральный» в декабре 2012 года. Памятник советским разведчикам. Открыт в июле 2013 года. Часовня памяти, 2013. Памятник героям Первой мировой войны, 2014, скульптор Салават Щербаков. Памятник Александру Невскому, 2018, авторы Вадим Цыганов и Андрей Слетков. Парки. Центральный парк культуры и отдыха. Парк культуры и отдыха «Юность». Южный парк. Парк скульптур. Зоопарк. Ботанический сад. Парк Победы. Балтийский парк не имеют официального статуса. Парк Макса Ашмана. Рацхов. Народный сад. Ялтинский парк. Королевский сад. Парк миниатюр архитектурных шедевров России. Почетные граждане. По состоянию на 18 апреля 2018 года звание «Почетный гражданин города Калининграда» присвоено 57 гражданам, в числе которых подвеселых. Парк порк Макса Ашмана.